Представляем вашему вниманию впервые автора-исполнителя Санкт-Петербурга Вадима Тафанюка. Наша студия только что выпустила его дебютный CD-альбом под названием «Остров». Самые-самые первые его песни вышли в профессиональный музыкальный рынок России. И, естественно, по традиции нашей студии о всех новинках рассказываем на телеканале «Ночной такси» на YouTube. Так что сегодня приглашаю вас к знакомству с талантливым Вадимом Тафанюком. Вадим, здравствуйте, теперь уже в кадре. Традиция наша неизменна. Я вам об этом говорил, когда мы с вами познакомились в январе этого года, уже почти полгода назад. Всегда, когда студия выпускает какой-либо из наших музыкальных продуктов, а надеемся, что у нас вы выпустите не только тот первый CD, который сейчас уже доступен людям, но надеемся, что и другие диски будут сделаны с нашим участием скромным. Надеюсь также, что и сможем вам сделать хорошее видео, потому что я считаю, что ваш материал этого достоин. По нашей традиции, подчеркиваю, неизменное абсолютно интервью с вами при выпуске этой пластинки к людям. Это ваша самая первая профессиональная работа, как я понял. Вы не профессиональный музыкант либо поэт, но, однако же, получилось очень и очень неплохо. Поэтому по традиции нашей студии два слова расскажите о том, как вы к этому пришли. Есть ли у вас музыкальное образование и, в принципе, каким образом создавался тот альбом «Остров», который сейчас уже доступен нашим зрителям в качестве CD-альбома. Ну, начну с того, как вошла в музыку в мою жизнь. Это детство, это рок 70-х, это гитара во дворе. То есть в музыкальную школу я не ходил, но ходила моя сестра, и она мне передавала знания теоретические, которые я в домашних уроках воспринимал. После мы создали группу музыкальную, где я играл на бас-гитаре, это в течение где-то двух с половиной лет. Потом началась студенческая жизнь, мы с гитарой вообще не расставались никогда. Но я сочинительством не занимался в то время. Мысль такая меня посетила совсем недавно, после того, как я записал первый диск, на самом деле в подарок отцу, и спел хиты современных исполнителей, которые мне нравятся. И мне показалось, что неплохо получилось, как я исполнил эти песни, и мне захотелось попробовать себя в творчестве. Тем более, как-то мне казалось, что в этом возрасте, который я достиг, мне уже есть что сказать. Потому что молодые исполнители часто не знают, что сказать людям, а набравшись опыта в жизни и пройдя кое-что, хочется этим опытом поделиться. Таким образом возникла идея создавать песни. Кроме того, мне на пути встретился один музыкант, который позанимался со мной и подтянул меня по музыке, по гитаре. Я, так сказать, улучшил технику сильно и свои знания, и мне это раскрыло мои горизонты по музыке. И, конечно, первые песни были, может быть, не очень уклюжие, но с опытом потихонечку-потихонечку пошел во вкус. И вот песни пошли. Иногда даже я сам удивлялся, как это быстро все получается и даже, может быть, красиво, потому что оценки были неплохие. И вот на сегодняшний момент у меня год, как я занимаюсь этой деятельностью, в нерабочее время, в поездках, написано 30 песен. 13 из них вошло в альбом «Остров», который вы издали. И остальные пока ждут своего второго альбома, который, наверное, к осени будет готов. Потому что я еще не знаю, что в него включать. Мне все хочется сделать лучше и лучше и планку поднять еще выше. Вот, выше, чем первый диск. Я так понимаю, что вы являетесь полностью и автором музыки, и авторов стихов. Но я знаю, что супруга ваша помогала в стихах, да, как вы мне говорили, для вот этой вот первой пластинки, да. И, в общем, иными словами, все, что наш слушатель получает в этом альбоме, это все плод труда Вадима Тафанюка, да. То есть никакие другие авторы здесь участия, ну, кроме вас и супруги, не принимали. Я правильно понял, да? Абсолютно точно, да. Музыка – это мое авторство полностью. Стихи. Четыре текста подарила мне моя жена. Вот она тоже очень творческий человек. И сейчас, правда, вот ей некогда из-за того, что родился сын. Но ее тексты очень мне нравятся, и я в них нуждаюсь, потому что они очень тонко духовные, эти тексты. Вот, затрагивают такие нотки, ну, наверное, которых мужчине тяжело передать. Вот, у меня больше такие мужские песни. Но комбинированно ее тексты и мои создают, наверное, такие песни, которые интересны более широкой аудитории. И за счет этого, мне кажется, это выигрышный вариант. Что касается музыкантов, альбом, на мой взгляд, очень живо звучит. Ну, живо не с точки зрения, что быстро, да, а живо с точки зрения работы, так называемого, живого саунда. Скажите мне, какие музыканты принимали участие в записи, кроме вас, как вокалисты и гитаристы? Что это за люди? Ну, это мой друг Виктор Кривонос, он гитарист, гитарист с большой буквы, и он известный, да, он, при этом он имеет свой собственный стиль, что мне очень нравится. Он никогда никого не копирует, вот, он работает на свой вкус. И таким образом, вот, как мне кажется, да, слушатели потом оценят, вот этот диск, этот остров и музыка в нем, она достаточно индивидуальна по звучанию. Конечно, в этом его огромнейшая заслуга, его ноты, какие он подбирает, звуки, тембры, какой у него шикарный, там, есть синтезатор. То есть, такие звуки создает, что они действуют на эмоциональном уровне. И за счет этого, мне кажется, эта музыка достойна слушания. А всегда критерием, когда он делает аранжировку, высылает ее, критерием для нас обоих является то, что аранжировку можно слушать без текста. То есть, сама аранжировка звучит как музыка. Если записать все аранжировки отдельно, тоже будет вполне достойный, в общем, музыкальный альбом. То есть, фактически, Виктор здесь работал как аранжировщик и как мультиинструменталист, да? То есть, вы работали в две гитары, а все, что услышит наш зритель, это, так сказать, непосредственно уже тот электронный программинг, который делал он. Потому что, на самом деле, эффект живого звучания, он достигнут в этом альбоме. То есть, он звучит именно так, как должна звучать вот такого плана музыка. То есть, где-то городской романс, где-то, может быть, глэм-рок, вот такой. Но, на самом деле, я считаю, что эта работа вам удалась. Вам как исполнителю и автору, естественно, а Виктору как музыканту. Но это важно, потому что, на самом деле, и я знаком с его творчеством, и вообще публика должна знать этого гитариста, талантливого очень. То есть, он давно очень работает. Но приятно, что в данном случае он расширил свои возможности, работал не только как гитарист, но и как аранжировщик и музыкальный программист. Но звучит эта пластинка очень и очень неплохо. Скажите мне, в принципе, как вы определяете, Вадим, тот музыкальный стиль, в котором вы работаете? Вот я специально умышленно сказал несколько определений. Канал «Влачное такси» и «Наша студия», в который вы, кстати, пришли сами, мы вас не искали, вы нас нашли совсем недавно, полгода назад. Мне, кстати, это очень приятно. Занимается шансоном по-русски. Это не узкое направление, когда говорят шансон, иногда по-русски, да, то почему-то думают не про Шарля Азнавура, да, и Дин Пиаф, а почему-то думают про специфические только блатные песни, да. Естественно, что я всегда говорю, что это совсем не так. Наша студия занимается современной городской музыкой, в которой есть, подчеркиваю, и песни на социальной темы, и на блатные, если хотите. Но на самом деле мы занимаемся, в первую очередь, музыкой авторов, которые сами знают, что они хотят сказать людям. Естественно, сказать искренне, и так, как они понимают и жизнь, и стихи, потому что, в первую очередь, это, конечно, музыка вокруг стихов, то, что мы читаем шансоны. Вот нам вы кажетесь абсолютно в этом смысле человеком состоявшимся, невзирая на первую пластинку. Сами вы какое определение своему творчеству можете дать? У меня вообще не было мнения на этот счет до недавней поры. Я считал, что мои песни все-таки это рок, но частично. То есть часть песен в этом диске – это рок, по моему было мнению. Часть песен, в принципе, по текстам они могли бы отнестись к жанру шансон, но по музыкальному оформлению немножко не соответствует, потому что меня музыкант все время тянет в рок. Но мне очень понравилось ваше мнение, ваше определение этому моему стилю, а также, как сказал Вячеслав Бутусов, городской романс. И я считаю, что это так. То есть все песни написаны не для кого-то, я их делал только для себя. То есть я сочинял стихи, и моя супруга – то, что нас волнует. Музыка писалась либо на стихи, либо стихи на музыку. Это все песни по-разному рождаются. И поэтому такового единого стиля не могу сказать. Городской романс – это общее определение, а по-музыкальному – это и рок, и шансон частично, и, может быть, даже поп. Но это элементами поп. В основном это рок-шансон, я бы так назвал. Если такое существует. Но я, честно говоря, не специалист. Это, наверное, вопрос специалистов. Да, теперь много всяких, так сказать, что называется, миксовых направлений. Например, не так давно, лет буквально 10-12 назад, появилось такое направление, например, как рок-попс. Еще чуть раньше, с середины 90-х, появился современный поп-фольк, например. Но я думаю, что, конечно, приставка поп, она все-таки к тому, что вы сделали, в этом альбоме не относится. Я все-таки склонен к тому, что это действительно городской романс или такое подзабытое немножко определение мелодичного рока, которое называется «Глэм-рок», в котором когда-то начинал из русских очень интенсивно работать Кузьмин и покойный, вот недавно ушедший из жизни Барыкин. Вот как раз вот эта ситуация, которая пошла, может быть, от очень популярной группы «Смоуки» в свое время, которая сейчас, кстати, живая, иногда приезжает в Россию, когда ее зовут, это как раз вот то, что относится музыкально-стилистки к тому, что делаете вы. Спасибо. Спасибо за это интервью. Я надеюсь, что первый раз, но, так сказать, не финальный, мы с вами встретились. Еще раз искренне, как продюсер этой студии, которая существует уже 25 лет, благодарен вам за то, что в январе этого года вы сами нашли нас, сами позвонили к нам в студию, мы приложили все усилия за эти полгода, чтобы о ваших песнях узнали. Также будем действовать и дальше, поскольку я считаю, что вы этого достойны. И в финале интервью, по нашей традиции, ваше сиюминутное, сегодняшнее, спонтанное, сегодня, скажем, 6, уже 7 июня 2011 года, ваше пожелание той аудитории, которая сейчас на телеканале «Ночной такси» на YouTube будет смотреть это интервью. Что хочет пожелать автор-испоминатель Вадим Тафанюк тем людям, которые сейчас находятся у дисплеев своих и смотрят то, что сейчас мы им предлагаем. Я хотел бы пожелать слушателям моей музыки именно послушать тексты с привязкой к музыке. Тексты, как правило, игнорируют, как-то песню слушают в общем, но тексты глубокие, и в них есть, может быть, жизненный смысл. Еще хочу всем пожелать искать свое счастье, свою любовь, и если уж нашли, то держите крепко, берегите и не отпускайте, не разбазаривайте.